Девушки отдыхают Совместного проекта с Музеем космонавтики в Москве Космос не ждет Сегодня в нашем выпуске Возвращение спускаемого аппарата корабля Союз МС-22 Имена астронавтов, которые облетят Луну в 2024 году Космические запуски с космодрома Плесецк и многое другое Хотите узнать больше? Поехали! 10 апреля 1981 года К 20-летней годовщине полета Юрия Алексеевича Гагарина Был открыт главный космический музей Москвы Музей космонавтики Замысел создания музея Принадлежал главному конструктору Сергею Павловичу Королеву Именно он предложил разместить В цокольной части монумента покорителям космоса Экспозицию, посвященную главным достижениям нашей космонавтики За эти годы в фондах и постоянной экспозиции музея Собрано более 100 тысяч единиц хранения Среди которых образцы космической техники Личные вещи деятелей ракетно-космической отрасли Архивные документы, кино и фотоматериалы Я поздравляю всех сотрудников музея И, конечно же, его посетителей, влюбленных в космос А теперь о космических новостях за прошедшие две недели Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22» Успешно приземлился в Казахстане На его борту не было экипажа Только большой объем грузов и результатов экспериментов Проведенных на Международной космической станции Начинаем наш дайджест Корабль «Союз МС-22» с экипажем в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио Был запущен в космос 21 сентября 2022 года Спустя три месяца произошла авария Из-за разгерметизации системы терморегулирования Контур наружных радиаторов потерял весь запас хода гента В результате корабль признали непригодным для возвращения людей на землю И к МКС был досрочно запущен корабль-спасатель «Союз МС-23» Он вернет экипаж 27 сентября В конце марта тем временем «Союз МС-22» вернулся на землю Разделение отсеков и его спуск в атмосфере прошли без проблем Поврежденная часть находилась в приборно-агрегатном отсеке Который планово сгорел в атмосфере Сейчас специалисты «Роскосмоса» анализируют данные С автономных регистрирующих средств на спускаемом аппарате НАСА объявило имена астронавтов, которые облетят Луну в 2024 году В рамках пилотируемого полета по программе «Артемида» Старт «Артемиды-2» назначен на ноябрь 2024 года Новость номер 2 Полет займет 10 дней За это время корабль «Орион» выйдет на околоземную орбиту Затем перейдет на траекторию полета к Луне Облетит ее, оказавшись на минимальном расстоянии 10 тысяч километров от поверхности После чего направится к Земле Командир «Артемиды-2» назначен астронавт НАСА Рид Уайзман Пилотом «Ориона» стал астронавт НАСА Виктор Гловер Бортовыми специалистами стали астронавт Кристина Кук Установившая на МКС рекорд продолжительности космического полета среди женщин И астронавт канадского космического агентства Джереми Хансен Без опыта космических полетов На космодроме Плесецк состоялось сразу два успешных пуска с разницей в несколько дней Оба раза ракеты вывели на орбиту космические аппараты в интересах российского военного ведомства Переходим к третьей новости 23 марта Воздушно-космические силы России провели пуск трехступенчатой ракеты-носителя «Союз-2.1А» Спустя несколько часов она вывела на орбиту спутник в интересах Министерства обороны Получивший название «Космос-2567» Спустя неделю ракета-носитель «Союз-2.1В» легкого класса, состоящая из двух ступеней Вывела спутник с порядковым номером «Космос-2568» С обеими спутниками установлена и поддерживается телеметрическая связь Их бортовые системы функционируют штатно Сведения об аппаратах внесены в каталог объектов системы контроля космического пространства Индия провела успешно испытательную посадку в автономном режиме многоразовой ракеты-носителя «РЛВ-Лекс» Посадка была отработана на авиационном испытательном полигоне близ города Читрадурга в штате Карнатака Наша четвертая новость Автономная посадка была выполнена с соблюдением точных условий посадки космического возвращаемого аппарата Высокая скорость, беспилотный режим, точная посадка по той же возвратной траектории, как если бы аппарат прилетел из космоса Аппарат был подвешен под вертолетом «Ченук» и поднят на высоту 4,5 километра Старт «РЛВ» был автономным Аппарат выполнил маневры захода на посадку с использованием интегрированной системы навигации, наведения и управления Совершив успешную автономную посадку на взлетно-посадочную полосу Первая частная космическая компания Китая «Спейс Пионер» запустила новую ракету на жидком топливе Она вывела на орбиту спутник «Ай-Тай-Кун Кэсюэ», что означает «Я люблю науку о космосе», который займется испытанием технологий дистанционного зондирования Земли Переходим к пятой новости Ракета-носитель средней грузоподъемности «Тянь-Лун-2» оборудована тремя кералоксовыми двигателями открытого типа То есть двигателями, работающими на смеси керосина и жидкого кислорода Эта ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту две тонны груза, а на гелиосинхронную орбиту высотой 500 километров полторы тонны В ходе первого полета была проверена общая программа ракеты и координация между системами, а также были получены параметры условий полета Компания «Спейс Пионер» уже занимается проектированием ракеты третьего поколения, более крупной «Тянь-Лун-3» Она будет двухступенчатой с многоразовой первой ступенью Ракета сможет поднимать 15 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту Ее планируют использовать для запуска до 60 спутников за один раз для китайской коммуникационной группы «Гоуон Лио» Первый запуск намечен на начало 2024 года И снова о Китае Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила, что до конца 2023 года Поднебесная начнет развертывание собственного созвездия спутников, предназначенного для предоставления глобального интернета И это наша новость номер 6 Китайский аналог «Старлинк» будет состоять из 13 тысяч космических аппаратов Расположенных на низких околоземных орбитах Первая партия, состоящая из 30 спутников, будет развернута уже до конца 2023 года Для запуска первой партии спутников Китай использует ракету «Чанчжэн-5Би» Как отмечается, мегасозвездие китайских спутников не только создаст трудности для деятельности «Старлинк» и «Уан-Вэб», но и будет использоваться как в гражданских, так и в военных целях НАСА одобрило предварительный технический проект октокоптера «Драгонфлай», который в 2027 году отправится к спутнику «Сатурна» «Титану» Дрон будет исследовать свойства и состав разных областей на поверхности спутника и его атмосферу И это наша завершающая новость на сегодня Работы по этому проекту начались в 2019 году И этот дрон станет вторым внеземным управляемым летательным аппаратом после марсианского «Инжиньюти» Место работы октокоптера станет спутник «Сатурна-Титан», который обладает плотной атмосферой, а также морями и озерами из углеводородов Дрон займется изучением состава дюн, ударных кратеров и русел рек Поищет пребиотические молекулы и водяной лед Проведет картографирование поверхности титана Изучит параметры атмосферы и ее химический состав НАСА сообщило, что завершило рассмотрение предварительного технического проекта миссии Которая включает в себя план конструкции аппарата Требования к миссии, научный план, сроки всех этапов и их стоимость Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше С вами был летчик-космонавт Александр Мисуркин До встречи! Космос не ждет! Субтитры создавал DimaTorzok